Конструкция очень теплая, сама по себе полу-термос. Здесь больше проблема в выдуве и сушке теплого воздуха, нежели за конкурс. Это вам какая-то чемпания? Нет, так мы уже зиму-то хранили уже, нет? Нет, зиму стояла без хранения. Пока так прошло. А так топили, топили. А в этом году они учатся. Мы проверяли, первый раз положат, смотрели, как это все равно. Ну, перед Новым годом оборудование привезли и установили. Но если агроном говорит, что это мечта, что у нас здесь все будет нормально. Они, сколько я помню, все время привели, да? Екатеринка Степановича все время привели. А в городе что? В городе в этом году? В Валенске, в этом году еще. А на сколько тонн это? Это голландское оборудование. 500 тонн. Тоже голландское оборудование. Там такая же будет. Вальше спустя на северное время. Немного хорошо. Так что спасибо большое за хранилище. Аграрная и Олёплинск называется. Ну, если, Пётр Николаевич, на самом деле вы с Олёплинска делаете аграрное, обеспечите республику овощами, то считайте, что вы свою задачу выполнили. Датчики по влажности и по температуре... Я поняла, что оборудование все голландское, да? Голландское. Семенной картофель, по основному картофель, и то, что будет торговать он. То, что на продаже будет, и то, что с семенной. В основном, семенной. В основном, семенной. В основном, семенной. В год, весной продавал. А часть мы заберем на... В сентябре заберем. С Агрестаном. А долгов нет? С Агрестаном нет. Нет. В прошлом году они все заплатились, расчитались. Все, больше не... Да. Уже у вас нормальная... Протензий не будет. Лезет. То есть вы продукцию дали, деньги вам заплатили, все у вас... Сейчас, за сколько будете продавать, скажите? По 25 бет. Бет? А в прошлом году, чтобы по цене продавали? По 17. По 17. В этом году они, ну, цену, это, чуть-чуть повысили. Я думаю, они будут продавали. Так? Нет, а они, я как понимаю, мы закупаем? Мы закупаем. Ну, алмазка, тюймадок, весна всегда, это самое. Цены снижали. А часть вы тогда будете... Ну, да, они снижали, а вы тогда ходите, вот, 5 бет. Нет, часть снижали. Почему? Потому что у них обратно денег. Ну, сейчас, да. Как раз... Ну, вроде, уже у него положение наладилось. Нет, мы займы даем через Александра Горгиевича. Александра Горгиевича. Не наладилось. Я понимаю, что Александра Горгиевича вы будете покупать, да? Нет, так раз там, как карманы. Он займы дает. Нет, ну, я понимаю, через займы вы будете покупать. Это мы отрегулировали. Этот механизм, оказывается, очень хорошо работали. В прошлом году отработали. Да, в прошлом году, например, заготовители расплатились. Благодаря вот вашей помощи, вашим день. Первый год... Вот сейчас они возвращают, я им обратно даю, заготовители. Первый год, когда вот отчеты мы ставили здесь, по всем населенным фунтам здесь. Оборотник. Вы говорили, вы когда с нами расплатитесь за картошку, которую вывезли? Да, Евгений Масилович? Да, я помню. Я помню, что на ней эта тема звучала. Да, три года висели. Поэтому я и спросила, что по два года висели эти долги. А вы, собственно говоря, не могли и семенной закупить, и вообще закупить. Вы семенной помогли им закупить, я так понимаю, да? Да, семенной. Район, слава богу, республика помогла. Да, и сельско-район, и сельско-район. Хорошо. Плановой основе вот так делали. Так вы еще собираетесь здесь, когда не еще строите? Нет. Это нельзя. Нет, мы пока не собираемся здесь строить. Но посмотрим. У них это животноводческие направления же имеется. Две фермы, да? А вы такие упор на животноводство или параллельно? Нет, пополам. Пополам, да, 50 на 50? Ну, и там люди трудятся. Спасибо за субтитры Алексею Д HD.